Привет зрители и подписчики моего канала! В последнее время я получил очень много вопросов по установке модов и потому решил записать этот небольшой видеогайд о том, как устанавливать моды на Ведьмак 3. Всего есть два способа, но перед тем, как рассказать о каждом из них, давайте разберем, где качать и искать эти самые моды. Лично я использую два проверенных мной ресурса. Первый это родоначальник и правоисточник всех модов. Если на этом сайте нет мода, значит его нет совсем или с ним что-то не так. И конечно же это nexusmod.com и его подразделение, посвященное Ведьмаку 3. Сайт англоязычный, но в целом понятный. Уделите этому немного времени и разберитесь в нем. Чтобы скачивать моды, необходимо зарегистрироваться. Если с английским у вас не очень хорошо, как у меня, то можете воспользоваться встроенным почти в каждый браузер переводчиком. Более-менее сориентироваться он вам поможет. Второй это русскоязычный modgames.net. Данный сайт узко специализирован на модах к самым популярным играм. И помимо понятных плюсов касательно его русскоязычности и переведенного описания к модам, авторы занимаются и переводом англоязычных модов на русский язык, в том числе озвучкой. И это очень важно для разного рода сюжетных модов или добавляющих, меняющих предметы и животных. Например, мод улучшенных иконок я использую именно с этого сайта. Чтобы скачивать моду, также необходима регистрация. Доверят ли этим сайтам? Дело ваше. Но лично я использую их оба и уже очень давно. Итак, к способам установки. Первый, ручной способ. Довольно прост. Подходит для тех, кто не пользуется специальным установщиком с Нексуса и хочет установить один-два простых мода и не париться с лишним геморроем. Для начала заходим на сайт, например, modgames.net, переходим к модам по Ведьмаку 3, выбираем любой несложный мод, например, на получение максимального опыта, открываем, пробегаем глазами по описанию, видим, что у мода есть несколько вариаций, опциональные файлы, листаем вниз, скачиваем. Отлично. Теперь идем в папку с игрой и в корневой, подчеркну, корневой папки, это самая первая страничка после того, как вы открыли папку с игрой, создаем папку mods, если она у вас еще не создана. Открываем скачанный архив и просто перетаскиваем папку с модом в папку mods. У меня данный мод уже установлен, поэтому я не перетаскиваю. Иногда архивы содержат в себе только сам мод, а иногда включают вариации или опциональные файлы. Из вариаций нужно выбрать и оставить одну, а опциональные моды добавлять дополнительно. Что ставить в каждом конкретном случае, решать уже вам. Почитайте описание каждого из вариантов и примите это решение. Ну и все. Готово. Теперь вы можете запускать игру и радоваться жизни в модифицированном Ведьмаке. Второй способ автоматический. Подходит для тех, кто любит играться с модами, не останавливаться на одном, постоянно их меняет, изменяет, заменяет и так далее. Заходим на nexusmod.com, видим надпись installnmm и кликаем на нее. Таким образом мы скачиваем, а впоследствии и устанавливаем общий для всех игр Nexus Mod Manager, в котором мы можем включать, отключать, удалять и даже обновлять в автоматическом режиме моды. При первом запуске он будет сканировать вашу систему и искать игры. Если вы точно знаете, что у вас установлено, можете позакрывать процессы поиска прочих игр, а как только необходимая вам игра, в нашем случае Ведьмак 3 будет найдена, подтвердить это. Если не находит, то есть возможность указать путь вручную. После запуска Nexus Mod Manager попросит вас авторизироваться. Просто введите данные вашей регистрации на сайте и выставьте галочки запоминания логина и пароля. Далее возвращаемся на сайт, переходим к Ведьмаку, файлам и выберем сортировку, например, по скачиваниям. О, модное увеличение лимита веса, давно себе такое хотел. Заходим на страничку мода, во вкладке файла выбираем нужный нам файл и вот тут у нас есть два способа. Либо скачать Download with Manager, то есть скачать с помощью менеджера. Тогда мод будет сразу скачен в указанной при остановке менеджера папку и добавлен в Nexus Mod Manager, где мы можем его активировать, дезактивировать или даже вовсе удалить. Либо Download Manual, то есть просто скачать, как мы скачали моды с ModGame в стандартную папку с загрузками. Далее просто берем данный архив с модом и перетаскиваем на Nexus Mod Manager. Он сам копируется в нужную папку и его можно будет установить. Так же, как если бы вы скачали через менеджер. Но у него будет недоступно автообновление. Таким образом можно устанавливать моды с ModGames или иных сайтов. Просто перетаскиваете итоговые архивы с модом в менеджер и все. Или можно устанавливать моды с Nexus вручную, добавляя папку с модом напрямую в папку mods. Все сделали? Теперь просто запускайте Ведьмака через Nexus Mod Manager или с обычного ярлака. Дополнительно моды включать не нужно. Как оказалось, все довольно просто. Ну а теперь об ошибках, оптимизации и прочих проблемах этого типа. Во-первых, читайте описание установки модов. Не все моды устанавливаются с Nexus Mod Manager. Некоторые необходимо ставить вручную или использовать собственный инсталлятор. На ModGames об этом написано на русском. Чтобы облегчить понимание на Nexus, обращайте внимание на моды, которые нельзя скачать с помощью менеджера. Обычно это не просто так. Во-вторых, если игра не запускается или вылетает с ошибкой, то необходимо установить фикс. Описание, как его ставить, есть практически в каждом моде на ModGames. Оно сейчас на вашем экране. Это очень просто и я даже продублирую его в описании под видео. В-третьих, моды конфликтуют. Особенно если их очень много. И из-за этого игра может не запускаться. Nexus Mod Manager имеет встроенную возможность бороться с конфликтами. Но не всегда он справляется. Советую проверять совместимость с помощью инструмента слияния скриптов. Ссылку на него и описание, как им пользоваться, добавлю в описании под видео. Но иногда нам все-таки ничего не помогает. И игра все равно не запускается. Тогда вот вам универсальный совет. Выключайте или включайте по одному моду, проверяя, запускается ли игра. Спустя какое-то время вы найдете конфликтный мод и просто удалите его. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы по модам. Если что-то осталось, задавайте в комментариях. Постараюсь ответить и на них тоже. А с вами был Ивойс Ребус и просто канал об играх. Видео заслужило лайк, а я подпиской на канал. Мне понравилось изучать моды для ведьмака, потому в ближайшее время будет много новых видео на эту тему. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. И на этом пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok